ДИС ДРИМ ПИКСВИ Приятного просмотра! В итоге, к сожалению, мне удалось все это проделать гладко. Джоди и Райан попали, так сказать, в плен, их допрашивали. Джоди раскололась, ну просто потому что я так захотела. Ну что поделать, я в принципе все уже говорила в прошлой серии на этот счет. В итоге Айдену удалось отрубить защитное поле, чтобы он смог воссоединиться с Джоди. Мы отправили Райана готовить нам путь отступления. А Джоди побежала, естественно, уничтожать тот самый конденсор под водой. И вот как раз мы начали погружение, и на этом серия закончилась. Давайте продолжать смотреть, что будет дальше. Кстати говоря, те серии я записывала несколько дней назад. Я начинаю себя чувствовать уже гораздо лучше. Я, наконец-таки, выздоравливаю. Тихо Айден, как будто он очень много издает звуков. Тихо Айден, как будто он очень много издает звуков. Ну вот это ее максимальная скорость. Вот они, те самые врата. Времени у нас немного. Я так понимаю, нам нужно на опоры установить эту взрывчатку. Да. У нас вроде бы даже автоматически поворачивают в нужном направлении. Это хорошо. Тут мало что понятно, если честно. Это хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три минуты, пора валить. Ну что ж, побежали. Я надеюсь, я в правильном направлении иду. Это не яйца, что ли? Нет, это какой-то другой фил. Какой-то очень крутой костюм. Субтитры сделал DimaTorzok Так, Джоди, немедленно нужно бежать. Ты у меня здесь сдохнешь, чертова. У-у-у, здравствуйте. Величайшее открытие, когда-либо сделанное человеком, утеряно из-за тебя, американская сука! Дай-дай-дай-дай! Там ты работаешь! Все впустую! Ты заплатишь за то, что сделала! Какой-то он прям неадекватный, чертный какой-то. Садись на той стороне. Вот так-то получали. Садись на той стороне. Я вот не понимаю, она хотя бы ботинки эти тяжелые сняла? От костюма. Садись на той стороне. Садись на той стороне. Садись на той стороне. Садись на той стороне. Не мог же он нас тут кинуть, в конце концов. Он же ж не совсем... Ну, вернее, он вообще... Он же ж не... Гернет такой. Что, думала, я тебя брошу, а? Тютелька в тютельку... Что случилось? Двигатель накрылся. Ударная волна случилась. Здесь пробоина. Мы утонем. Мы не очень глубоко. Что, попробуем так выплыть? Да. Охрененно здравая мысль. Ну, а что ты предлагаешь, утонуть здесь или что? Так хоть попытаться. Ну, это, конечно, жесть. Глубина все равно приличная. Еще холодная, ледяная вода. Просто ледяная. Титаник отдыхает. На. Как же... Как я ненавижу холод. Еще злишься на меня? Нет. Моя злость замерзла. Знаешь, я ведь так и не сказал тебе. Я люблю тебя, Джоди. В другой ситуации. И я бы прослезилась. Я... Хотел, чтобы ты знала, если мы тут сдохнем. Ясно. Я думаю, он не врет. И думаю, его чувства все-таки взаимны. А ты, Джоди? А? Ты меня любишь? Да. Да. Люблю, Рай. Я рад. Поцелуй. Господи, только не слипнитесь на морозе. Ха-ха-ха. 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 Это не было по их воле, как бы. Они люди подневольные. И в других ситуациях, конечно, все было бы гораздо лучше. Так что, мне кажется, они хорошая пара. Вон! Это они! Вส Так, вы раскололись на допросе. Вы простили Райана, вас быстро поймали, вы сбежали с базы, вы сказали Райану, что любите его. Ну, в принципе, у нас немного было вариантов, как туда проникнуть. Давайте продолжать. Спи, принцесса. Как Нейтан. Когда я его увижу? Я не знаю, зайка. Он три дня не выходил из кабинета. Он любил жену и дочь больше всего на свете. Давай попробуем завтра, хорошо? А теперь поспи. Ну вот, опять Джуди маленькая, не в тему. Ну ладно. Господи, это так страшно смотрится. Жуть. Ну, я так понимаю, нам просто за ней надо идти. Ну, а что еще делать? А, ну то есть они просто все ушли, оставили ее без присмотра или как? Как так-то? Я, если честно, не совсем понимаю привязанности Джуди именно к Нейтану. По-моему, Коул намного лучше и теплее к ней относился, чем Нейтан. Они оба как бы относились хорошо, но Коул, мне кажется, все-таки получше. Как-то не очень логично смотрится ее привязанность к Нейтану. Джуди, что ты бродишь среди ночи? Ложись спать. Не грусти, папа. Что? Что ты сказала? Он выскочил. Мама не успела свернуть. Было не больно. Хватит, Джуди. Совсем не больно. Ты слышишь? Прекрати! Мы здесь, Нейтан. Мы рядом с тобой. Хелен. Лора. Мы любим тебя. Всегда будем любить. Говорите со мной. Джуди, пусть они вернутся. Скажи им, пусть вернутся. Не могу. Они ушли. Прошу. Останьтесь. Останьтесь. Я так скучаю. Я так скучаю. Я не могу без вас. Ну, конечно, трагедия страшная. И вот так семью потерять. Это ужасно. Тоже такая мини промежуточная недоглова. Дэнсер в Казирстане уничтожен и врата недоступны. Теперь только у нас есть доступ в инфрамир. Перед нами открываются новые стратегические перспективы. Мы запустим новые программы с целью поиска источников энергии и разработки вооружения. Мы уже знаем, как привязывать существ к солдатам. И это только начало. Это гораздо важнее, чем ядерная гонка и освоение космоса. Мы обнаружили новый мир. И теперь мы его покорим. Да-да, конечно, удачки. Это начало новой эпохи для нашей страны. Покорят они, ага, как же. Да и тем более все это временно. Они построят другой конденсер. Диалог с Пентагоном не склеился. Маград меня бесит. Он циничный подонок. Надо было напустить на него Айдена. Странно сказала бы спасибо. Мы в этом участвовали. Все же я зря согласилась. Я думала только о своей свободе, а это глупо. Куда ты теперь? Не знаю. Мне нужно время, чтобы подумать. Понять, чего я хочу. Ну, а ты куда? В ЦРО обещают сладкую жизнь. Высший эшелон, вольф, дорогие тачки. Я пока им ничего не ответил, но стоит подумать. Слушай, Джонни. У нас с тобой все было сложно. Я совершил не одну ошибку. Может, попробуем заново? Начнем с чистого листа. Мы с тобой столько всего пережили вместе, вдруг получится. Ну да, не знаю. Я бы согласилась. А как же Айден? Я привыкну. Айден привыкнет ко мне. У нас есть кое-что общее. Мы оба тебя любим. Можно рискнуть. Ну, как бы они уже друг другу признались в чувствах. Райан старается. Всего я хочу, чтобы ты была счастлива. А прошлое забрасываю. А, вот ты где. Нейтан тебя ищет. Ну, пойдем-ка к нему. Пока, Райан. О, знаешь что. Я тут припас бутылочку хорошего виски. Разопьем. От виски не отказываются? А, я скоро буду. Идем, Джоди, Нейтан ждем. Ну, как бы действительно. Их чувства взаимные. Они друг другу признались. Они много вместе пережили. Мне кажется, они подходят друг другу. Какой смысл? Какой смысл от этого уходить? Бежать? Райан славный парень. И ты ему не безразлична. Знаю. Надеюсь, у нас с ним все получится. И тем более, Джоди все равно не знает, куда ей идти, что делать и так далее. Хотя, если честно, что-то мне слабо верится, что они реально вот так возьмут ее и отпустят. Чёрное солнце. Самый мощный конденсор в истории. Мы впускаем инфра-мир в эту зону, чтобы его изучать. Там кто-нибудь бывал? Живым оттуда не выйти. Там все кошмары человека. Ну всё, пойдём. Вот мы и пришли. Позвони мне, как закончится. Ага. Что бы он ни сказал. Осторожно. Вот Кол что-то знает. Или, по крайней мере, подозревает, что что-то не так. Вот и я думаю, что тоже что-то не то. Войдите. Джонзи. Я так рад, что ты цела. Я своё слово сдержала. Очередь за ЦРУ. Ну, с точки зрения ЦРУ. Тебя больше нет. Ты теперь Элизабет Норд. Новая жизнь, новое имя. 500 тысяч долларов. Это за твою работу. Начнёшь новую жизнь. Будет отказываться совсем, что ли, дурное? Принять, конечно. Спасибо. Спасибо. Лишним не будет. Джоди, пока ты здесь, я хочу тебя попросить. Когда моя жена и дочь 15 лет назад погибли в аварии, я не хотел жить. Я плакал. Бился башкой о стены. Спрашивал себя, за что, за что. Почему они? Я не мог больше обнять их. Это рано не заживало. Но я встретил тебя. И вдруг понял, что они всё ещё здесь, со мной. Просто я их не вижу. Правительство дало мне всё, что нужно для изучения инфра-мира. Их интересовало военное применение. А я хотел вновь увидеть семью. У меня ушли годы. Но, наконец, удалось создать вот это. Ну, вот она, та самая лаборатория, которую мы за Айденом видели. Что-то не выглядят они счастливыми совсем. Прихожу к ним каждый день. Скоро мы будем вместе. Я готовлю новый конденсор, который позволит нам общаться с духами. Беседы с умершими. Представляешь? А зачем тебе я? Ты поможешь поговорить с ними? Я хочу их услышать. Хочу рассказать, что делаю. Пока конденсор не закончил. Только ты на это способна. Нейтан. Нейтан, они умерли. Теперь они в инфра-мира. Оттуда их уже не вернуть. Прости, я... Не могу помочь. Я не слышал их уже 15 лет. За дня, когда их голос уговорила девочка. Ты. Зря она тогда это сделала. Ну, что она вошла? Ну, тебе. Дай мне руки. Оттуда. Оттуда. Да. Дай мне руки. Оттуда. Я так скучал Пусти нас, Нейтан Нам больно Дай же нам уйти Дай нам умереть Нет Врешь, дрянь Кэлен так не могла сказать Ты держишь их здесь Их разрывает между двух миров Ты все врешь Не, правда, они любят меня И снова хотят быть со мной Нейтан Я тебя понимаю Да что ты можешь понимать Ничего, ясно Ну вот и вылезла его истинная сущность Вот и маски спали Отпусти свою боль Что ты можешь понимать Сказал чувак ребенку У которого не было нормального детства Не было нормальной семьи У которого мертвы оба родителя Которого всю жизнь используют Которому постоянно врут Действительно Что ты можешь понимать Фу, какой он мерзкий Вот никогда он мне не нравился Можно понять его боль Семья, да Но уже прошло больше 15 лет Ты взрослый мужчина Уже ну надо двигаться дальше Как по мне Это уже психическое расстройство Это зацикленность Это надо прорабатывать С психологами С психиатрами Как-то с этим бороться Это ужасно Ужасно И абсолютно ненормально И нездорова Ну вот вам и пожалуйста Сейчас бы ее так и отпустили Здравствуй Здравствуй, Джоди Ты поставил у нас В трудное положение Тебя Нельзя отпустить Убить тоже нельзя Кто знает, кем ты станешь Выход из этой ситуации Лишь один Мы введем тебе нейротоксин Который погрузит тебя В вечную ком Тот же, что ввели Твоей матери Простое и элегантное Завершение нашего Сотрудничества Говнюк Прощай, Джоди Мы всегда будем Тебе признательны Джоди Джоди Я ведь все поняла Твоего решения Было у меня перед носом Помоги, Нейт Я осуществлю мечту человека Теперь Больше никто не умрет Больше никто не лишится близких О чем ты? О чем ты говоришь? Защитное поле Я его просто отключу Инфрамир заполнит наше измерение Жизнь и смерть Вместе в одном мире На той стороне Не только души Там смерть Я победил смерть, Джоди Все теперь будет хорошо Ты что, не веришь мне? Все Будет хорошо Совсем у него крыша уехала Вот буквально только перед миссией Джоди Он рассказывал Если существа полезут наружу Это же грянет апокалипсис А теперь он сам готов отключить Защитное поле И позволить этому случиться Ну то есть у него вообще уехала крыша Джоди ему уже больше не нужна Нафиг она надо Вот как я говорю Истинное лицо показалось Маски все спали Все нутро вылезло наружу Ты слаб, Айден Придумай что-то Помоги Скорей А где же остальные? Винс и Ник Увольнительный Полагаю Валяются где-нибудь на пляже Везунчики А мне Тут надо пару писем отослать Надеюсь ты не возражаешь А потом приступим Конечно Ага Так у нас осталось Не очень много времени Но мы чуть-чуть еще пройдем До чекпоинта Продолжение следует... Ну мужа Райан Вы держите здесь существ? Боже упаси Они все внутри защитного поля Айден? Это ты Айден? Это не смешная шутка С чего ему быть здесь? Без Джоди Если это ты Подай знак Что Айден? Где Джоди? Где Джоди Айден? Веди нас Так А дальше? Сюда Блин Ну наверное логично Что просто надо К выходу идти Или что? Зачем их везти Куда-то? Не понимаю Или тут Несколько выходов Каких-то Вон там Да, я понял Нам надо ехать на лифт Так Я вот думаю Это получается Нейтан Все эти 15 лет Был таким чокнутым Капец просто Больше ничего Черт, охранник Я разберусь Я вас слушаю Коул Фриман У меня допуск Третьей степени Он со мной Простите Мистер Фриман У вас нет Разрешения Для входа На этот этаж Может В виде исключения Коллега Хотел посмотреть Простите Но Это зона Четвертого Уровня Секретности Вам доступ Запрещен Ну, работка для Айдена Как обычно Сделай что-нибудь, Айден Стол 42 Слушаю Алло Алло Да, совсем Совсем незаметно Сделали Ну, ладно Думаю, вы ошиблись Проверьте еще раз Коул Фриман И Райан Клейден Точно Вижу вас в списке Простите меня Проходите Спасибо Быстрее, Айден Веди к Джоди Ты чего орешь Что он это вслух Сказал Или они Телепатически К нему обращаются Там было что-то Так, а дальше Туда Джоди здесь Да здесь Здесь Заходи уже Джоди Джоди Вытащи Нейтан Хочет отключить защитное поле Что? Зачем ему это делать? Он спятил Надеется вернуть свою семью Надо ему помешать Защитное поле Защитное поле Такс, ну, наверное, на этом мы на сегодня закончим Потому что много времени прошло И продолжим в следующий раз Если вам понравилось это видео Не забудьте поставить лайк И поделиться своими мыслями В комментариях Как обычно Без спойлеров Ссылка на плейлиц С прохождением В описании под видео Подписывайтесь на канал И ставьте колокольчик Со всеми уведомлениями Чтобы ничего не пропустить До новых встреч